Дамы, всем добрый день! Сегодня вторник, 3 января, и мы начинаем наш Воскутный эфир. Я Лада Христенко, мастер Воскутных одеял, создатель и продюсер Академии Воскутного Житья. Сегодня первый эфир в 2023 году. Поскольку астрологи утверждают, что до 18 января будет ретроградный Меркурий, считается, что в это время не стоит начинать новые проекты, а завершать старые. Ну, или шить из каких-то там старых вещей. Так вот, сегодня мы с вами разберем, как из старых вещей, из кромок и полос, сшить не обязательно коврик для ванной, как вот в данном случае вы видите, как сшить полезную, нужную вещь в домашнее хозяйство. Итак, сегодня вы увидите, первое, как из кромок собрать блок ананаса. Видно, да, меня? Как из кромок собрать, из кромок и полосок, ну, то есть другой немножко, как бы, ткани, собрать блок ананаса. И как эти блоки собрать в коврик, ну, допустим, да, или ланчмат, или коврик для сушки посуды, или коврик для чего угодно, или коврик для детской через проставку. Проставка – это вот такая полоска, и в центре у нее квадратика. Вот такой у нас получается. Сразу покажу, что у него сзади. У этого коврика сзади пришита одеялка. Вот такое вот синтетическое, кстати, одеялко. Но поскольку это коврик для ванной, это нам в самый раз. Ну, и как видите, здесь сделана вот такая вот оканковочка. Далевой бейкой шириной 3,5 см. И прямо сейчас мы с вами приступаем. Смотрите видео. Первое, что мы с вами делаем, это находим основу. Теперь переходим в мастерскую и записываем видео в мастерскую. Итак, давайте начнем. Условно мы сегодня создаем коврик в ванну. Он состоит из шести бурков ананас и проставок. Конечно, сначала мы разберем, как создать блок ананаса. Мы делаем его из кромок и полос и собираем его по основе. Основу мы вырезаем из бомуля, из любой хопчатой бумажной ткани, из старого поддеяльника. При помощи простого карандаша и линейки я основу размечаю, то есть я намечаю перпендикуляры и диагонали. Из лоскута красной ткани я вырезаю квадратик 5 на 5 см и прикалываю его к центру нашей основы. Дальше начинается самое интересное и увлекательное. Мы с вами делим кромки или обрезки тканей на светлые и темные, чтобы делать слои нашего с вами ананаса. И первое, что мы с вами делаем, это выбираем светлые кромки и пришиваем их сначала слева и справа, потом сверху и снизу. Ну или как вам удобнее. Вот таким вот образом. Следующий слой, темный слой. Мы прикладываем уже темные кромки, посмотрите, вот таким вот образом. И точно так же пришиваем с вами эти кромки. Стежок идет, шов идет примерно на расстоянии 1 мм от края. И так последовательно слой за слоем мы с вами выращиваем наш блок. Размер квадрата основы примерно 21 см. Вам хватит на 4-5 слоев. Постепенно пришивая слой за слоем, мы дойдем с вами до сторон нашего с вами квадрата. И что же дальше? А дальше мы будем пришивать уголочки. Они могут быть из цельных лоскутов ткани, а могут быть также набраны вот из таких полосок. Когда мы завершим квадрат, мы его, конечно же, аккуратненько обрежем. И вот что у нас с вами получится. Прикольный, симпатичный ананасик из кромок и полос. На небольшой коврик для вадной комнаты нам понадобится 6 таких блоков. И, конечно, как люди любознательные, мы поинтересуемся, как оптимальным образом соединить эти блоки между собой. Ответ при помощи проставок. Как собрать проставку? Смотрите следующий эпизод. Для проставки шириной 5 см бросковой мы отрезаем полоса шириной 10 см и длиной нужной вам. Выбираем кромки, хвостики и так далее, которые будем нашивать. И нашиваем все эти кромки на эту полоску, естественно, перпендикулярно. Желательно строго перпендикулярно. Если не получается строго перпендикулярно, контролируйте при помощи разметки, карандаша и так далее. После того, как вы соберете полосу вдвое короче нужной вам длины, а периметр вы посчитать, конечно же, можете, у нас с вами получится вот такая вот полосочка. И эту полосочку мы при помощи ножа пополам по 5 см разрежем. И что? Сошьем наши 3 блока в ряд и еще 3 блока сошьем в ряд. Следующий этап. Наша с вами задача соединить наши уже собранные ряды через проставку в цельное полотно. Проставочка у нас состоит из полосок, которые мы с вами сделали, и квадратика. В данном случае квадратики у нас синие, обратите внимание, а в центре квадратики у нас были красные. Так надо. Мы соединяем через иголочку и после этого просто делаем шов. Вот мы соединили один ряд и проставку, собираем на машинке и точно так же соединяем следующий ряд и проставку. И точно так же собираем на машинке. Вот, посмотрите, пожалуйста. Готово. Сколько мы с вами собирали наши блоки по основе, то изнанка, посмотрите, выглядит не слишком презентабельно. И, конечно, мы должны закрыть ее. В данном случае я взяла простой синтетический пледик. Совершенно какой-то дешевый, бросовый. Посмотрите, сделала низ, то есть бэк так называемый. И сейчас я простегиваю вдоль шва. Что значит вдоль шва? Это значит, я от шва на местах стыков простегиваю на лапку. С одной стороны шва и с другой стороны шва. Сейчас вы посмотрите, что получилось у меня с изнаночной стороны, чтобы понять стратегию стежки. Давайте посмотрим. Да, и, пожалуйста, не забудьте про метод противохода. Если вы вдоль шва с одной стороны в одну сторону, то потом двигайтесь в другую сторону. Вот что у нас получилось с изнаночной стороны. Изнанка теперь уже очень приличная. И теперь, конечно же, стежка. Стегать вы можете. Вы можете вообще не стегать, в принципе. Вот я стегала меланжевыми нитками. Ну, честно скажу, цвет ниток в данном случае значения абсолютно никакого не имеет. Их просто при стежке не видно. Я делаю свободноходовую машинную стежку сейчас. В принципе, вы можете стегать, кто не владеет свободноходовой стежкой, просто вверх-вниз, как бы, то есть с припуском на лапку, просто прямыми строчками. У вас тоже получится совершенно хорошо, нормально, допустимо и так далее. Стежку делать довольно неудобно, потому что мы собирали ланчматики из кромок. Кромки будут цепляться у вас за лапку. Но нужно немножко потерпеть. Я думаю, что результат вас порадует. Также хочу сказать, что если вы не владеете ни свободноходовой стежкой, ни стежкой прямой строчкой, можно просто простегать этот коврик на руках. Ничего страшного и ужасного в этом не будет. Главное, чтобы стежки были достаточно мелкие и лучше попадать в канавку шла. Вот что у нас получается с изнаночной стороны. Я сейчас при помощи скотча убираю всякие хвостики. Далее следует операция, которая называется осноровка. При помощи разметки мата и линейки мы выравниваем коврик, делаем углы прямыми, коврик ровным. И вот что у нас получается с изнанки. И вот что у нас получается с лицевой стороны. Осталась последняя операция – окантовка. Выбираем окантовочку. Красный у нас хорошо зайдет, коричневый, синий. Такие цвета яркие. И по классике, как делать окантовку, наберите в поисковой строке ютуба «Лоскутный эфир». Окантовка. И все совершенно вам будет там понятно. Бейка шириной 3,5 см. До левая периметра плюс примерно 20 см сверху. Вот что у нас получается в результате. Итак, дамы, финальный разбор полетов. Мы с вами собрали коврик. Вот эта вот версия, от которой я отталкивалась. Вот эта версия, которую мы собрали с вами в ходе эфира. На что обращаем внимание? Первое. Центр ананаса. Всегда очень яркий квадрат. Желательно красный. Посмотрите. Для сборки ананаса вам желательно начертить схему. Ананас собирается очень просто. Вокруг квадрата мы обкладываем сначала светлые полоски, потом по диагонали темные полоски, потом снова светлые, потом снова темные. Здесь не должен быть треугольник, мы просто обкладываем полосками. Ананас – это разновидность колодца, только чуть более сложный колодец. Собрав один ананас, все остальные вы будете собирать уже совершенно не напрягаясь мозгами, то есть буквально на автопилоте. Распределение по цвету. Всегда здесь светлые полоски, всегда здесь темные полоски. Углы закрываем чем хотим. Что вам нравится? Вы можете тоже полосками закрывать, можете закрывать просто кусочками ткани треугольчиками. Это по сборке блока. Если у вас... А, да, еще момент. Кромки, смотрите. Вот есть кромки с закрытым краем. Вот такие цветные кромочки. Просто прекрасно подходят. У очень многих край вот такой ровный. У очень многих кромок вот такой ровный край. Для вот таких ананасов лучше использовать кромки с ровным краем. Есть еще кромки с мохнатым краем. Теоретически их тоже можно использовать, но получается, ну вот, знаете, как-то немножко махрево, неопрятно. Но если вам по, так сказать, идеологии создания куврика, нужно, чтобы он был таким махревеньким, пожалуйста, вот такие кромки. Что делать, если нет кромок? Обрезки открою, обрезки от шитья. Вот вы полосочку сложили пополам. И фактически у вас получился аналог кромки. Вот закрытый край. И на расстоянии одного миллиметра от этого закрытого края вы точно так же можете, что? Вот это все пришивать. Фактически все отходы, остатки, которые у вас есть тканей, вы можете в это дело пустить. Для куврика не обязательно, чтобы они были на 100% хлопчатобумажными. Но у кого есть остатки и обрезки тканей от петчверка, тот просто король, как бы, можно, пожалуйста, шить. А за раз вы можете шить не 6 блоков. Вот у вас накопились остаточки, да? Вы, пожалуйста, шили один блок и его положили. Накопились блоки у вас, вы их собираете. Что касается проставок. Значит, проставки, еще раз повторю, это вот эти вот полоски и квадратные ткани, которые соединяют блоки между собой. С проставками получается лучше. В чем особенность проставок? Здесь тоже мы их собираем из кромок и полос. Вот так нашиваем. Ширина этой полосы в раскрою 5 сантиметров. Но мы собираем полоску 10, чтобы нам легче было собирать удобнее. Потом разрезаем ее пополам. Вот эти квадраты, обратите внимание, не красные, они синие. Вы знаете, я экспериментировала и с красными, и синими, когда вот проставочные квадраты другого цвета, чем центральные, получаются лучше. Далее. То, что на изнанке. Для изнанки я использовала вот такой синтетический пледик. Он у меня завелся случайно, обычно я синтетики дома не держу. Но, в принципе, для цели коврика для ванной это хорошо. Он будет и легко стираться как-то, и он достаточно такой шершавенький, хорошо держится на полу. Что помимо такого синтетического пледика? Любое старое одеялко, любое пикейное одеялко, пожалуйста. Наверняка у вас дома полно всякого такого. Значит, если вдруг нужно кому-то в подарок, он из чего-то нового, а, естественно, что дорогие там фрезелины и дорогие подкладки глупо использовать на коврик. Вот, вспоминайте, на половые тряпки вот такие вот. Раньше они были по 37 рублей, потом подорожали стали по 39. Сейчас я их видела уже по 67. Ну, всё дорожает, но не так ужасно как бы. Вот, пожалуйста. Есть вот такие же салфетки, но салфетки менее выгодно покупать, лучше всего половые тряпочки покупать. Это по сборке. Окантовка. Окантовка лучше красная, тёмно-коричневая, ярко-синяя. Ну, то есть вот таких каких-то живых расцветок. Стёжка. Стёжка. Я вам уже показывала нитки, которыми я стягала. Это вот такой синий меланж. В принципе, меланж можно даже не тратить на это, потому что здесь всё равно, какого цвета нитка. Идеальная версия, если эта нитка будет, ну, вот, допустим, вот такая сероватая. Она может быть молочного цвета, она может быть зелёного цвета, ну, совершенно любого, потому что коврик сам по себе, вот, узор достаточно яркий. На нитку можете не обращать внимания. Какую нитку с обратной стороны, тоже совершенно любую. Стягать или не стягать. Вот этот коврик простёган. Он по объёму немножко меньше, потому что стёжка поджимает. Вот этот коврик не простёган. В принципе, вы можете не стягать, но, вы знаете, стёжку лучше сделать. И чем плотнее стёжка, тем долговечнее будет ваш коврик. Вот, собственно, по коврику у меня всё. Ещё раз ключевой момент, то есть можно не собирать всё сразу, можно собирать его по частям. Собрали блок, подождали. У вас накопились ещё остатки обрезки. Я их копую вот в такой корзине. Вот они все. А, пожалуйста, собрали следующий блок. У нас впереди много праздников. Сегодня 3-е число, потом Рождество. Потом там наступает 23 февраля, 8 марта. Там ещё какие-то. Проспасха там у нас с 1 мая. То есть всегда родным и близким можно подарить вот такую практичную и полезную вещь. Не обязательно. Это может быть коврик для ванной. Это может быть... Наташа Зайдаль, моя коллега, сказала, что можно вот, кстати, шить коврик для сушки посуды. Пожалуйста. То есть ставить посуду, когда вы помыли. В принципе, можно шить коврик, да хоть на пол для кровоприкроватный коврик. Можно шить коврик в детскую, только, пожалуйста, потеплее что-то. Какой-нибудь старый одеялко туда, на низ, чтобы оно было тёпленьким. То есть, пожалуйста, простор для воображения огромный. Ну, шить с удовольствием. Желательно, чтобы те, кто не проходил обучение в Академии Лоскутного Шитья, это обучение проходили. Почему? Вы знаете, это даёт навык шить быстро и правильно. Потому что есть приёмы, которые я не могу вам объяснить быстро. Они точатся, оттачиваются со временем. То есть, через какое-то время возникает навык. Постоянство, признак мастерства. Возникает навык. Вы некоторые вещи, ну, допустим, окантовку, потом начнёте делать на автопилоте уже. То есть, вообще, совершенно не задумываясь, как её делать, просто руки будут сами сделать. Для этого нужно время. Очень многие те, кто у нас учились, уже выступают. Уже их работы я часто вижу на выставках, вот в гостином дворе видел. Поэтому шейте. Это хорошая психологическая разгрузка. Это динамическая медитация. Это, ну, не скажу, что ваше зрение будет там идеальным. Нет, вот стёжка, допустим, она зрение, наоборот, убивает. Но вот то, что вы смотрите на цветные яркие предметы, а в основном-то всё у нас вокруг – это асфальт и снег сейчас, ну, то есть, такой серый и белый, как бы. Это тоже для зрения очень хорошо. Российский учёный Филин там рассказывал в 80-м году, что есть специальные сакады зрения. Не буду на этом останавливаться. Короче, вот, шейте, шейте полезно. Итак, мы со снеговиком старались, как могли. Собрали вот такой вот кубик. Поэтому собирайте ваши лоскутные проекты, шейте красиво, шейте правильно, учитесь в Академии Лоскутного Житья, и будет вам счастье в новом году. До следующих встреч. Академия Лоскутного Житья Академия Лоскутного Житья Академия Лоскутного Житья Академия Лоскутного Житья Продолжение следует...